Борис Немцов мог стать выдающимся физиком, но выбрал политику. Перестройку молодой ученый стал одним из лидеров движения против строительства в Горьком, Нижнем Новгороде, атомной электростанции. Через несколько лет Борис Немцов стал первым российским губернатором, губернатором Нижегородской области. При нем область стала плацдармом демократических реформ в России. Глава комиссии по захоронению останков царской семьи, борец коррупции, вице-премьер правительства России и оппозиционер, лидер оппозиционной партии. Таким был Борис Немцов. Один из самых ярких политиков современной постсоветской России. Я был с ним знаком. Мы вместе заседали в Координационном совете оппозиции, а потом за несколько месяцев до его убийства мы познакомились в Нижнем Новгороде и на обратном пути в поезде. Он три часа рассказывал мне байки про свою работу в правительстве, а также объяснял, почему он занимается политикой и почему он считает это важным и как он это делает. Тогда было модным мнение, что типа старые демократические политики должны уйти и не мешать новым лидерам. Но вот в ту поездку с Немцовым я понял, насколько это ошибочная позиция. Поговорим сегодня о Борисе Ефимовиче Немцове. Сегодня ему бы исполнился 61 год. Родился Борис Немцов в Сочи 9 октября 59 года в хорошей советской семье. Его отец Ефим Давыдович был на тот момент начальником строительно-монтажного управления крупнейшего городского объединения, а мама Дина Яковлева врачом-педиатром. Мама Немцова заслуженный врач, сегодня ей 92 года. Борис был вторым ребенком, Юля, старшая сестра, родилась в 1953 году. В младших классах школы Немцов был типичным мелким хулиганом и внешность имел соответствующую. Тощий, юркий, с удивленным взглядом и круглыми глазами. Большую часть времени он проводил во дворе, где понемногу фарцевал, то есть перепродавал дефицитные товары и с успехом играл в карты на деньги. Семья жила без отца, более чем скромно, и это его мотивировало быть во всем первым и самым крутым. Как мы играли, я не представляю. Для меня добиться успеха это важно. И чувствовать себя проигравшим тяжело. Когда сестра моя вышла замуж и у нее родился ребенок, мы жили в пятером уже, и пребывание в доме становилось довольно затруднительным делом. К экзаменам в университете приходилось готовиться либо на кухне, либо в туалете. Вот писал так Немцов. А я могу показать место, где я написал диссертацию. Вот это вот кухня, обширная такая, площадью 6 квадратных метров, я думаю. Ну это фигня. А часть диссертации, поскольку я... Часть диссертации. Я писал вот здесь, например. Вот заходите, заходите. Вот здесь вот. Это вот было такое кресло. Собственно, вот оно, да? И вот здесь вот спокойненько сидишь, пишешь. Драк Немцов не боялся и зачастую бился до крови. Правда, как он признавался, победителем выходил редко. В то время он пристрастился к курению, чего позже стал стесняться. Обратной стороной такого образа жизни было то, что в местном отделении полиции за ним в свое время числилась пара-тройка разных подвигов. На уроках Немцов любил отмочить шуточку и, бывало, вел себя так, что учителям было трудно с ним совладать. К концу шестого класса Немцов, который ранее учился на двойке и тройке, стал на глазах выравниваться в учебе. Да так быстро наверстал упущенное, что сумел окончить школу с золотой медалью. В характеристике, которую Немцов должен был представить в университет при поступлении, директор школы отметила его большие интеллектуальные способности, однако подчеркнула, что потенциальный студент политически неустойчив, за что в те годы вполне могли не принять в университет даже золотой медалью. В итоге, после долгих разбирательств, директор смягчила приговор на «позволяет себе политически непродуманные высказывания». В 17 лет Немцов поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Параллельно он подрабатывал на разгрузке вагонов и занимался репетиторством. На третьем курсе стал профессионально заниматься большим теннисом. В 1981 году, окончив институт с отличием, Немцов по распределению попал в один из самых перспективных в городе по своей специальности институтов – Горьковский научно-исследовательский институт радиофизики. Сначала он работал инженером, потом младшим научным сотрудником, в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук, после чего уже в 24 года стал старшим научным сотрудником. За неполные 9 лет работы в НИИ Немцов создал более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике, акустике. Его часто посылали и на различные международные конференции. Немцов не только занимался теорией, но и делал изобретения, которые впоследствии послужили и на практике. Среди них некоторые параметры антенны для космического корабля, устраняющий помехи в связи и акустический лазер, представляющий собой инфразвуковое оружие. Немцов с особым теплом вспоминал о своем участии в программе по созданию асимметричного ответа на американскую стратегическую оборонную инициативу. Эта программа предусматривала создание космической противоракетной обороны. В космосе должна была появиться группировка спутников, способных уничтожать советские межконтинентальные ракеты на стадии полета. Группа советских ученых, в которую входил Немцов, предложила для нейтрализации американских спутников запускать в космос баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В ионосфере, это примерно 100-150 километров от Земли, должен был произойти ядерный взрыв, после чего облако заряженных частиц надежно экранировало американские спутники и прерывало их связь с Землей, делая невозможным их использование против советских ядерных сил. Немцов мечтал преподнести себе к 30-летию амбициозный подарок в виде получения степени доктора физико-математических наук. Он был очень талантливым физиком. В 23 года Немцов сыграл свадьбу. С Раисой Немцовой у Бориса Ефимовича появится первый ребенок, дочка Жанна. Сегодня она видный журналист и общественный деятель, но, к сожалению, после убийства отца из-за угроз ей пришлось покинуть Россию. Сейчас она живет в Германии. В целом, будущее Немцова-физика тогда выглядело вполне оптимистично и предсказуемо. Он мог бы стать видным доктором физико-математических наук, получать высокий оклад и преподавать в лучших университетах СССР. Но Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, круто поменяет жизнь Немцова и вовлечет его в экологическое движение, набравшее силу в Году Перестройки. Борис Немцов стал политическим деятелем практически случайно. Этому способствовало сразу несколько взаимосвязанных обстоятельств. Первое и самое главное обстоятельство – это перестройка, которая резко расширила пределы дозволенного. Политика гласности дала возможность обсуждать в средствах массовой информации те проблемы, о которых раньше перешептывались только на кухне. Чернобыльская катастрофа подкосила веру советских людей в безопасность атомной энергетики. По всему Советскому Союзу начали появляться движения экозащитников. Дина Яковлева, мама Немцова, как раз и была членом подобной организации в Горьком. Она туда вступила из застроящейся в городе атомной станции теплоснабжения. Станция представляла из себя экспериментальную котельную, которая должна была нагревать воду в атомных реакторах, а потом через систему теплообменников эту воду под высоким давлением закачивать в дома жителей. В июне 88-го года мама уговорила Немцова написать письмо в газету «Нижегородский рабочий» под названием «Почему я против АСТ», в которой он, как эксперт в сфере физики, аргументированно доказывал, что смешение высоких технологий с прогнившим коммунальным хозяйством – это самое безумное, что могли придумать советские бюрократы. На фоне Чернобыльской аварии статья произвела в городе фурор. Немцов получил тысячи отзывов. Через три месяца после публикации письма в газете в октябре Немцов взял интервью у знаменитого академика Сахарова, который долгое время жил в ссылке в том же самом Горьком, Нижнем Новгороде. В интервью они обсуждали тему безопасности строительства атомной котельной, и Сахаров согласился, что вводить в эксплуатацию подобный объект крайне рискованно. В результате всех этих событий Немцов получил в городе известность и решил участвовать в выборах съезда народных депутатов СССР. Однако он не смог пройти фильтр в виде окружного собрания. Молодой физик напугал собравшихся слушателей радикальными идеями введения многопартийности и рыночной экономики. Спустя немного времени Немцова выдвинули на съезд народных депутатов СССР, где уже не было никаких окружных собраний. Немцов уверенно выиграл выборы, обойдя всех 11 оппонентов из коммунистической партии. Сам Немцов в КПСС никогда не состоял. На выборы он шел с демократической программы развития России. Да, грядет диктатура. И это обусловлено экономическими факторами. Какими? Горбачев выбрал курс перехода к рынку. Он об этом все время говорит. Какого перехода? Узкая группа партийных государственных чиновников забирает всю собственность. Весь остальной народ нищает. Возникает поляризация. Поляризацию надо как-то держать, правильно? Что? Нужна армия, нужна диктатура. То есть это объективный процесс. И он обусловлено экономикой именно, выбором пути. Горбачев выбрал самый убогий, самый мерзкий и самый неприемлемый для России путь. Понимаете? Путь, который выбрал в свое время Уругвай, потом выбрал Пакистан. Бюрократического капитализма он называется. То есть людям нормальным, с руками, с головой, стать при этом нормальными людьми и хорошо зарабатывать. Будет очень трудно. Они будут нищать. Вот они нищают. Поляризация. Эти же реют, Павлова и так далее. А все остальные нищают. Надо их держать. Став депутатом съезда, Немцов сразу же зарекомендовал себя как сторонник радикальных политических и экономических преобразований. Вошел в ближайшее окружение председателя Верховного Совета России Бориса Ельцина. Познакомился с экономистом Григорием Явлинским. Будучи депутатом, Немцов добился выполнения одного из главных предвыборных обещаний. Переименование Горького в Нижний Новгород. Историческое название было возвращено городу 22 октября 1990 года. Также переименовали и область. Чуть позже, в сентябре 1991 года, Нижний Новгород перестал быть закрытым городом. Кстати, переименование области вместе с городом это совсем нетипичное для тех времен событие. Например, Ленинградская область по-прежнему существует, несмотря на город Санкт-Петербург. Или Свердловская область вокруг Екатеринбурга по-прежнему есть. А в Нижнем Новгороде нет. Во время президентских выборов 1991 года Немцов был доверенным лицом Ельцина в Нижегородской области. А за Бориса Николаевича тогда в регионе отдали голоса 70% избирателей. Это на 13% больше, чем в целом по стране. Авторитаризм и диктатура. То вы знаете, вот время пребывания Ельцина на посту первого секретаря обкома. Это время не становления его как личности, а время приобретения аллергии к этим способам. У него возникает, и как только он слышит предложение со стороны своих знакомых и друзей, что надо ударить по столу, он сразу покрывается красным. У него лимфическая реакция на диктатуру. Во время августовского путча Немцов был в Москве. Он сразу же встал на сторону Ельцина. Все три дня участвовал в обороне Белого дома. Благодаря этому, а также из-за отставки всего горьковского правительства после путча. Нижегородские коммунисты поддержали ГКЧП. Он их, собственно, после того, как путч был подавлен, всех уволил. Ну, как это с Ельцином часто бывало, он уволит-то уволил, а назначить-то забыл. Вот потом ему Шахрай, по-моему, сказал, что все, конечно, красиво, в Нижнем Новгороде все уволены, те, кто поддерживал путчистов, но, в общем, неплохо бы там назначить кого-нибудь. Так получилось, что Ельцин особо никого из Нижнего не знал. Но меня знал, поскольку, во-первых, я его поддерживал в Ихромсовете, кроме того, мы с ним вместе защищали Белый дом в августе 91-го. Уже 27 августа 91-го года Ельцин назначил Немцова полномочным представительным президентом Российской Федерации в Горьковской области. Тем временем СССР де-факто прекращает свое существование, экономика находится в полном коллапсе. Вот что говорил сам Немцов по этому поводу. Здесь очень многие люди, сидящие в зале, я думаю, смотрящие нас по телевизору, они действительно к той эпохе относятся уже, наверное, как к Октябрьской революции. Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки историческая правда прозвучала. А правда состоит в следующем. Советский Союз был банкротом. Эта страна не существовала 19 августа 91-го года, когда ГКЧП авантюрным образом заперло президента страны Горбачева в Форосе. Заперло. И после этого, в течение нескольких дней, и Украина, и Белоруссия в течение нескольких дней объявили о своем суверенитете. Это случилось в августе 91-го года. Ельцин в этом смысле только констатировал факт смерти этого государства. Он констатировал. Констатировал Беловежский путь. Он не мог его спасти. 100 миллиардов долларов долгов, талонная система, вообще никаких продуктов в магазине тогда. Дочь, чтобы моя дочь могла молоко получить, у меня жена с 4 утра занимала очереди. Страны не существовало. Можно крокодили слезы лить, можно обвинять кого угодно. Ельцин констатировал только этот факт. А мог бы не констатировать, тогда бы был югославский вариант. Фактически Немцов, как и многие другие региональные представители, занимался лишь извещением правительства о том, сколько нужно экстренно отправить товара в регион, чтобы не допустить голода. Ельцин видел, что страна на пороге голода и холода находится. Он это видел, у него такая была интуиция очевидная. Я это понял, когда стал губернатором. Ну, я не спал вообще практически, я хоть и молодой был, но тем не менее это было невыносимо. Я был диспетчером. Сюда отправить машину с молоком, сюда с мясом, сюда хлеб, вот мука. Да, первое мое совещание было о состоянии дел там с запасами зерна. Зерна было на два дня. Топливо, уже зима на дворе была, да, ну, конец ноября, начало декабря. Она, кстати, суровая. Топливо было на три дня. Я с этого начинал работу. Когда 25 октября Ельцин в Москве утвердил правительство Гайдара и были намечены первые контуры шоковой терапии, встал вопрос о том, кто будет проводить реформы на местах. Ельцин решил, что в условиях надвигающихся сложностей нужно назначить глав администрации. Нет, так сказать, не держат ответы, особенно те, кто на местах. Не держат ответы. Перед кем отчитываться? Понимаете, вот я поэтому попросил у всех народных депутатов право назначения глав администрации на местах. Я его назначил, но я его и сниму, если он не выполняет указ или постановление правительства. Сниму. Я заранее предупредил. Сейчас за глаза их в народе называют, знаете как? Как? Губернаторами. Верно ли это? Ну, можно назвать наместниками. Как говорится. В Нижегородской области главой администрации стал Немцов. В декабре областной совет утвердил новое название должности – губернатор. Немцов стал самым молодым в России руководителем региона. Ему было всего лишь 32 года. Ну, я как раз был первым губернатором российским. И, кстати, видимо, самым юным. В общем, в детстве я работал губернатором. Сейчас я могу это сказать с высоты лет совершенно четко. Более того, первым российским губернатором с 1917 года. Такой вот Немцов. Стал Борис Ефимович губернатором в чрезвычайно сложное время. Когда плановая экономика была разрушена, а рыночные механизмы только начинали набирать обороты и будоражить население. Немцов уже был 32 года. На 4 года младше, чем я сейчас. Казалось бы, молодой и неопытный политик будет не готов взять ситуацию в свои руки. И область рискует остаться в худшем положении относительно других регионов. Есть знаменитая история о том, как 10 января 92 года через неделю после либерализации цен Ельцин приехал в Нижний Новгород и шокированный ценами в магазинах приказал Немцову их снизить. Что было абсурдом с учетом смысла самой либерализации цен. Борис Николаевич, о чем спрашивают нижегородцы? Ну, первое это цены. Цены, да? Второе, второе это все-таки не везде еще даже указ, который подписан по минимальной зарплате и минимальной пенсии, не везде еще дошел до непосредственно, так сказать, вот человека. И это очень жаль, потому что он был подписан с 1 декабря. 342 рубля минимальная зарплата и минимальная пенсия. Но Немцов ответственности не побоялся. Наоборот, он перехватил у федерального правительства инициативу по проведению реформ. По его приглашению на работу в область приезжает Григорий Явлинский, с которым они создают для региона уникальную экономическую программу. Нижегородский пролог. Немцов проявил себя как сильный региональный лидер, часто принимал решения, которые не были согласованы с Москвой. В частности, из-за огромной инфляции 92-го года Немцов принимает решение пустить в области в обращение региональной облигации государственного займа, так называемой Немцовки. Которые стали альтернативной валютой. И у Гайдара случилась истерика, он меня хотел убить. Это очень раздражало Гайдара, который боялся, что повсеместное создание региональных валют разрушит окончательно финансовую систему страны. Однако этого не произошло, а сам Гайдар высоко оценил степень проработанности реформ в отдельно взятом регионе. Многие инновации, использованные в Нижегородской области, будут эффективно внедряться и в других регионах страны. На фоне экономического кризиса 90-х годов, Нижегородская область во главе с Немцовым очень выгодно выделялась по совокупности показателей. Секрет заключался в том, что каждая конкретная реформа преобразовывалась в пошаговую программу действий, куда вовлекались широкие слои жителей, чего не было сделано на федеральном уровне. При Немцове действовало одновременно несколько программ. Например, программа «Дороги и храмы» способствовала быстрой и безвозмездной передаче конфессиям мест религиозных богослужений. В регионе стали действовать более 150 православных монастырей и храмов. Многие из них были разрушены большевиками и за короткий срок восстановлены. 20 мечетей, старообрядческие скиты. Сам Немцов не был религиозным человеком, хотя был крещен бабушкой в тайне от родителей, но он считал, что религиозный плюрализм одна из основ современного гражданского общества. За реализацию программы он даже был удостоен ордена святого Даниила Московского первой степени, который ему вручил лично патриарх Алексий II. Программа «Метр за метром» помогала молодежи и военнослужащим в условиях высокой инфляции накопить средства на покупку жилья в новостройках. Ипотечной системы тогда в России еще и близко даже не существовала. Программа «Зерно» — земельная реформа Нижегородской области дала возможность жителям сельской местности беспрепятственно приватизировать колхозные земли и стать фермерами. До 1996 года в области было создано и реорганизовано более 40 тысяч хозяйств. Сельское хозяйство начало возрождаться. Начали известную теперь в стране программу реформирования сельскохозяйственных предприятий. Она называется «Зерно» — земельная реформа Нижегородской области. И в настоящее время 130 колхозов и совхозов реорганизованы, и они превратились в новые хозяйства, где есть собственники, где есть совладельцы, где есть наемные работники. И могу сказать, что результаты совершенно фантастические. Программа «Народный телефон» помогала гражданам недорого подключить дом или квартиру к телефонной системе. Название программы «Газификация сел» говорит сама за себя, и это далеко не все программы, реализованные губернатором и его аппаратом. Благодаря таким проектам были построены и восстановлены тысячи километров дорог, строилась новая недвижимость, область с минимальными издержками приносила тяготы переходного периода. Бывшая область банкрот на начало 92-го года не черпала ресурсы из федерального центра, а достигла всего своими силами благодаря уравновешенной реформистской политике привлечению инвестиций, выгодной для государства приватизации. Чтобы привлечь иностранный капитал, немцов добился преобразования статуса местного аэропорта Стригина в международный и возрождение ежегодно Нижегородской ярмарки. Нижегородская ярмарка была главным торговым центром всей Центральной и Волжской России с 19 века, но при советской власти ее проводить перестали. В 90-е на ярмарке в том числе демонстрировалась военная техника, которую в избытке производили в регионе, контракты по продаже товаров ВПК давали большую прибыль области. Именно при Немцове в 1994 году на Горьковском автозаводе начали серийное производство знаменитого народного и бюджетного малоговорительного грузовика «Газель», который стал спасением и двигателем всего постсоветского малого и среднего бизнеса. У Немцова есть своя версия происхождения названия автомобиля слияние аббревиатуры «ГАЗ» с фамилией Ельцин. При Немцове в Нижнем Новгороде даже построили вторую ветку метрополитена. В 1995 году Явлинский, рассуждая о проделанной в области работе, особенно подчеркнул, что позитивная отдача – это в первую очередь заслуга Немцова, который действительно стремился к переменам. А я скажу вам, почему в 1992 году весной и еще раньше, осенью 1991 года, мои друзья и я решили работать с Борисом Немцовым. Потому что это был первый политик, которого мы встретили, у которого не было иной цели, кроме как что-то на самом деле сделать. Немцов часто говорил, что одна из его целей – открыть город миру. В этом направлении ему тоже сопутствовала удача. В 1994 году в Нижнем Новгороде побывал экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Даже в Лондоне она услышала об успешном российском губернаторе. По своих впечатлениях от поездки в Нижний она напишет целую главу в книге «Statecraft». К середине 90-х годов Нижегородская область заняла третье место в России по привлечению инвестиций. Нижний Новгород достойно пережил кризис двоевластия сентября-октября 1993 года. Немцов и руководство областного совета смогли прийти к компромиссу и сделать совместное заявление, что считают действия и Ельцина, и Верховного Совета нарушением закона, а конфронтация московских политиков ведет страну к ожесточенному расколу. Заседания съезда более не созываются. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Конечно, их трудовые права будут полностью гарантированы. Депутаты вправе вернуться на предприятия и учреждения, где не работали до избавления депутатов России. Сам Немцов выступил с примирительной инициативой. Он в ночь с 21 на 22 сентября связался с вице-президентом Александром Рудским и уговаривал его не идти в контратаку против Ельцина, предлагал сторонам конфликта сесть за стол переговоров. К сожалению, предотвратить силовой вариант разрешения проблемы Немцову не удалось. Впоследствии он критиковал руководство Верховного Совета за бескомпромиссность, а Ельцина за радикальность действий. Никаких стычек сторонников ветвей власти в Нижнем Новгороде не произошло. В декабре 95-го года Борис Немцов одерживает уверенную победу в первом туре на выборах губернатора Нижегородской области. За него проголосовало 58% избирателей. К середине 90-х годов он остался единственным представителем демократов первой волны, у которого не было проблем с рейтингом. При этом Немцов не имел никаких властных рычагов против местных СМИ. Область имела репутацию крайне пуганных журналистов. Успех Немцова связан не только с эффективным руководством области, причина еще и в его открытом и непосредственном характере. Он был очень обаятельным человеком, а молодость и искренность только играли ему на руку. Дело в том, что я привык к острым ощущениям. И на меня, знаете, что шар, что вертолет, что жириновский, все одно и то же. На фоне руководителей регионов Старой Закалки и с бывшей партийной номенклатуры он смотрелся очень деятельным и прогрессивным. В отличие от демократов из Москвы и Петербурга, он мог на одном языке разговаривать и с интеллигенцией, и с жителями глубинки. Почему на «Газели» поехали? На «Газели»? Да. Немцов сам шел на контакт с людьми. В его администрацию можно было приходить жителям и журналистам. Он периодически вел личный прием. Сам Немцов не был замечен в доказанных коррупционных связях. Считал неэтичным жить в казенной квартире, которую ему предлагала администрация города. Взаимоотношения с Ельциным у Немцова складывались во время губернаторства, на первый взгляд, позитивно. В 1994 году Ельцин в беседе с журналистами даже объявил его своим преемником. Я просто хочу сказать, что он настолько вырос, что его уже можно и в президенты метить. Но на самом деле, часто Немцов, осознанно рискуя испортить отношения с президентом, гнул свою линию в тех или иных вопросах. В 1992 году он постоянно шел вразрез с курсом реформ Гайдара, пригородил в область работать Явлинского, с которым у того были плохие взаимоотношения. Немцов не поддержал расстрел Белого дома в 1993 году, состоял в дружеских отношениях с опальным Михаилом Горбачевым. В 1994 году, когда Ельцин не вышел из самолета на встречу с руководством Ирландии, Немцов сказал, что президент может проспать Россию. Я был абсолютно уверен, что никаких срывов во время этого визита не будет. Я считаю, что президент может проспать Россию. В 1996 году он отказался быть единым кандидатом от демократических сил на президентских выборах. Конечно, самым ярким выпадом Немцова против действий Ельцина стал сбор подписей жителей Нижегородской области против Чеченской войны. Как и многие демократы, Немцов был радикальным противником войны в Чечне, считал ее авантюрной и бессмысленной. Вот что он говорил в первый день войны. В первых я хотел бы напомнить, что руководитель, который принимает репрессию, За время вооруженного конфликта немцов несколько раз лично по собственной инициативе ездил в Чечню поддержать российских солдат. Все полтора года чеченского конфликта похороны погибших солдат в Нижнем Новгороде сопровождались стихийными антиправительственными демонстрациями и на одной из них немцов решил сам выступить в знак солидарности с протестующими. Мы с вами еще потеряем больше людей. Я считаю, что должны быть наказаны не только дударисты бандиты, но и должны быть наказаны и те, кто довел до массового истребления самых талантливых, самых смелых, самых отважных наших земляков. 12 января 1996 года Немцов пишет письмо Ельцину, в котором решительно призывает его остановить кровопролитие в Чечне. О существовании письма сообщили нижегородские газеты и на областную администрацию обрушился сквал звонков. Нижегородцы требовали, чтобы их подписи стояли рядом с подписью губернатора. Антивоенная подписная кампания началась в середине января. Волонтеры шли от двери к двери и работали на улице. Подписи собирали и в школах, и в институтах, на предприятиях. Газеты опубликовали не только письмо Немцова, но и образцы подписного листа. Читатели заполняли эти купоны и отправляли почтой в Нижегородский Кремль. За 10 дней в области с населением в 3,7 миллиона человек был собран 1 миллион подписей. После этого Немцов с пачками подписных листов на газели едет в Кремль, чтобы вручить их Ельцину. При передаче папки с подписями произошел знаменитый диалог Немцова с Ельцином. Подписи за меня или против? Я говорю, Борис Николаевич, вы знаете, это зависит от вашего решения. Если эта кровавая бойня будет продолжаться, то эти подписи против вас. Если вы наконец ее прекратите, то это будут подписи за вас. Я сказал, а сколько подписей? Я сказал, миллион, только в Нижегородской области. Он сказал, а в стране можешь собрать подписи? Я говорю, в стране могу. А сколько? Миллионов пятьдесят. После этого Ельцин не выходил на связь с Немцовым четыре месяца. Спустя некоторое время Ельцин именно Немцова, как самого деятельного сторонника мира, позвал подписывать перемирие с чеченскими сепаратистами. После победы на президентских выборах Ельцин решает создать новое правительство реформ во главе с Черномырдином. Был необходимо исполнять предвыборные обещания и формировать курс развития России. В начале марта 97-го новым вице-премьером России стал Анатолий Чубайс, который требовал вторым вице-премьером назначить Немцова. Ельцин, который видел в нем потенциального преемника, согласился. Однако Немцов категорически отверг предложение. Он недавно избрался губернатором, у него был высокий рейтинг доверия и на этом посту он должен был работать до декабря 99-го года. Все ближайшее окружение отговаривало его переезжать на работу в Москву. После отказа Ельцин решил уговорить Немцова с помощью дочери. Татьяна Дьяченко специально приехала для этого в Нижний Новгород. Я ему сказала, что, Борь, папа всегда тебе помогал, когда тебе было трудно. Вот сейчас тот момент, когда трудно папе, и он просит тебя ему помочь, поработать в правительстве. Ты не можешь просто отказаться. Немцов, которого с Ельцин связывало прошлое, Ельцин назначал его на пост губернатора, не смог отказать дочери президента и 16 марта, никого из подчиненных не предупредив, полетел в Москву. На следующий день он стал вице-премьером. Сегодня должность вице-премьера не особо выделяется в среде правительственных российских чиновников. Но во время второго президентства Ельцина, который постепенно начинал отходить от активных дел, эта работа была крайне интенсивной и заметной. В сферу деятельности Немцова входили два основных направления. Первое – реформы в социальной сфере и ЖКХ, вопросы жилищной и строительной политики. А второе – антимонопольная политика, демонополизация, обеспечение потребностей хозяйства и населения жителей в топливе и энергии в железнодорожных перевозках. С 24 апреля по 20 ноября 1997 года Немцов также занимал должность министра топлива и энергетики России и был членом Совета безопасности. Много всяких работ. С собой из Нижнего Новгорода Немцов взял нескольких приближенных. Один из них – Борис Бревнов, который стал председателем правления российского акционерного общества ЕС России. Компании-монополиста по энерготранспортировке. Бревнов по предложению Немцова и с одобрения Чубайса должен был провести децентрализацию огромной компании для ее последующей приватизации разным владельцам, чтобы они не могли купить компанию целиком и диктовать свои цены на рынке. Однако этот процесс так и не начался. Зато счетная палата России обнаружила в деятельности Бревнова многочисленные финансовые нарушения, и в 1998 году он потерял пост. Этот факт пошатнул впоследствии позиции Немцова. Ему вменили в вину, что он не разбирается в людях. Он, в принципе, это не очень отрицал. И вот еще ему вменили в вину, что он поставил 29-летнего дилетанта управлять гигантской компанией. Еще один человек из команды Немцова – Сергей Кириенко, который ранее занимался банковским бизнесом в Нижнем Новгороде. При Немцове он занял должность заместителя министра топлива и энергетики. Его политическая биография будет куда более удачная, чем у Бревнова. В апреле 1998 года, после отставки Черномырдина, Ельцин назначит его на должность премьер-министра России. Потом он возглавит Союз правых сил, потом будет работать главой Росатома. И в итоге с 2016 года перейдет в администрацию президента Путина. Кириенко станет самым молодым премьер-министром в истории нашего государства. На момент назначения ему было всего 35 лет. Из-за возраста и неожиданности ельцинского выбора за Кириенко закрепился до кличка «Киндер-сюрприз». Одним из условий назначения на должность вице-премьера со стороны Немцова была отмена результатов залоговых аукционов, которые проходили в России с 1995 по 1996 годы. По сути, залоговые аукционы давали возможность представителям крупного российского бизнеса получать под свой контроль почти за бесценок крупные активы различных неприватизированных предприятий, из-за чего государство не могло получить необходимые средства для безграничных выплат долгов как внутренних, бюджетникам, пенсионерам, силовым структурам, так и внешних кредитов Международного валютного фонда, старой советской задолженности. Немцов считал, что дальнейшая приватизация должна проходить исключительно на денежной основе, в чем был согласен и Чубайс. Фактически, Немцову было необходимо заниматься борьбой с компаниями-монополистами и теми, кто их контролировал, так называемыми олигархами, которые не желали вести бизнес в новых, менее выгодных условиях. Случился конфликт. Олигархия, это известно, в общем, сто лет термов, даже больше, это сращивание бизнеса и власти. Это когда власть пользуется услугами бизнеса, а бизнес, в свою очередь, формирует эту власть, может менять тех или иных руководителей. Если непослушный, то так доставят послушного. Если послушный, тогда из него выколачивают деньги. Вот и все. Сегодня принято считать, что олигархи в 90-е годы манипулировали и управляли государством полностью в своих интересах. Но это преувеличение. Однако олигархи, а если быть точнее, два олигарха, Борис Березовский и Владимир Гусинский, действительно имели огромное информационное влияние. Березовский владел ОРТ, а Гусинский – НТВ. То есть два самых крупных телеканала страны. По существу они обслуживали интересы этих вот двух владельцев. Хотя, конечно, на самом деле, это обеспечивало намного большую свободу слова и информационное разнообразие, нежели текущая ситуация в России, когда все телеканалы тупо подчиняются администрации президента и управляются из одной точки. Тогда было разнообразие, но и у людей, не связанных с государством, появлялось существенное медийное и, соответственно, политическое влияние. Медиа олигархов тогда особенно разозлила, что Чубай с Немцовым не стали продавать тандему Березовского и Гусинского по заниженной цене пакет акций «Связи Инвеста», одной из крупнейших на тот момент телекоммуникационных групп в России. Когда стало понятно, что Немцов будет вставлять им палки в колеса, они начали его травить в эфире. Самое интересное, что серьезного компромата на Немцова не нашлось. Обвиняли его в ношении белых брюк, не по протоколу во время встречи президента Азербайджана Гейдара Алиева, и в связях с женщинами якобы Немцов проводил время с Владимиром Потаниным в компании стриптизеров. Миссия по дискредитации Немцова сводилась к тому, чтобы показать его как несерьезного и по-детски заносчивого принца на шее царя Бориса Ельцина. Я крашусь красным стриптоцидом, ты мажешь волосы углем, мы оба жертвы геноцида, нам снятся девушки с весной. Давай вечером в Кремле встретимся, будем опиум курить. Забегая вперед, можно сказать, что миссия была выполнена. В апреле девяносто седьмого года президентский рейтинг Немцова составлял 29%, а уже к октябрю девяносто девятого один процент. Та же самая информационная война привела к сформированию того имиджа, который сейчас есть у Анатолия Чубайса. Это отдельная тема и про нее будет отдельный ролик, сейчас Чубайс болеет коронавирусом, желаем ему скорейшего выздоровления, ролик про него обязательно сделаем. Немцов обменял свой рейтинг на справедливую продажу связь инвестов. Компания была продана почти за 2 миллиарда долларов. Это был рекорд. До этого больше пары сотен миллионов бюджет никогда не получал. Владельцы крупнейших телевизионных компаний НТВ и ОРТ, частные владельцы, хотели приобрести четверть всех телекоммуникаций России. Поскольку правительство провозгласило курс на то, что больше бесплатной приватизации не будет, и приватизации по знакомству тоже не будет, и выиграет только тот, кто заплатит больше денег, так получилось, что выиграла другая компания, которая предложила гигантскую сумму, больше 10 триллионов рублей, 1 миллиард 875 миллионов. А эти деятели проиграли, они потому что предложили меньше суммы. Но поскольку они хотели, чтобы было как всегда, то естественно они не могут успокоиться. Этими деньгами в 1997 году правительство смогло расплатиться с пенсионерами и бюджетниками. Также Немцов не дал Березовскому войти в совет директоров Газпрома, а другу Черномырдина Рему Вяхереву, дополнительному директору Газпрома, по трастовому договору за копейки приобрести 30% факций. За все это он подплатился травлей и полным провалом рейтинга. Кажется, после месяца правительственного кризиса на карьере Немцова, как потенциального претендента на пост президента России, во всяком случае на ближайшие годы можно смело ставить крест. Зато грамотные действия правительства привели к тому, что в 1997 году впервые начался рост ВВП. За недолгое нахождение на посту вице-премьера Немцов запомнился многими интересными инициативами. Сейчас, когда выходит очередное расследование Навального про коррупцию в высших эшелонах власти, он, как правило, ссылается на декларации о доходах этих чиновников. Эти декларации были введены в мае 1997 года по инициативе Бориса Немцова для противодействия коррупции. По указу президента Ельцина номер 456, который составлял Немцов, сведения о доходах чиновников должны быть общедоступными, чтобы общественность могла их контролировать. Это сохраняется до сих пор. Еще одна знаменитая инициатива, которую поддержал Ельцин своим распоряжением, пересадка российских чиновников на отечественный автотранспорт. Тогда многие отнеслись к этому с иронией. Мол, не может чиновник ездить на Волге, не солидно, в Мерседес подавай. Но Немцов исходил из экономической целесообразности. Если мы тратим бюджетные деньги на автомобиль, то мы должны поддерживать российский автопром. Немцов тогда сам ездил на Волге, чтобы показать пример. Но его ближайшее окружение и Ельцин тоже всячески только с игнорировали, разъезжая на иномарках. Хоть по словам Немцова, 70% чиновников по стране распоряжение выполнила и пересела на Волге, в итоге оно было отменено. Машины были такого низкого качества, что пользоваться ими нормально было невозможно. За что отдельное спасибо унаследованному советскому автопрому. На посту Вицпремьера Немцов руководил исторически важным для нашей страны процессом перезахоронением останков царской семьи. В 1991 году под Екатеринбургом были найдены останки Николая II и членов его семьи, убитых большевиками в 1918 году. Идентификацией и захоронением царских останков занималась специальная правительственная комиссия, которую возглавлял Немцов. После нескольких экспертиз было доказано, что останки принадлежат царской семье. Было принято решение 17 июля 1998 года в 80-ю годовщину убийства захоронить останки в царской усыпальнице в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе. Ровно через месяц после этого события 17 августа в стране произошел дефолт, а правительство Кириенко было отправлено в отставку. Немцов, не имевший прямого отношения к причинам дефолта, остался на своем посту, но позже ушел в отставку сам, не желая работать в правительстве Евгения Примакова, человека левоцентристских политических взглядов. Этим решением он окончательно закрыл для себя дверь на пути в преемники Ельцина. После отставки Немцов решил идти в политику через создание единой права либеральной партии, которая бы могла успешно участвовать в предстоящих парламентских выборах в декабре 1999 года. Немцову удалось собрать блок «Правое дело» уже в декабре 1998 года. Помимо него лидерами блока стали Ирина Хакамада и Борис Федоров. Весь 1999 год Немцов будет консолидировать видных представителей либеральной интеллигенции. Также он предпринимал попытки создать единый избирательный блок с партией Яблоко и партией Черномырдина «Наш Дом России». В результате коалиции небольших демократических организаций 24 августа 1999 года был образован еще один избирательный блок «Союз правых сил». Его программным документом стал «Правый манифест», который давал оценки проведенным в России реформам. Авторы документа признавали, что было сделано много ошибок, но глобально, как они считали, курс был выбран правильно. Блок в целом позитивно отнесся к поддержке Путина на президентских выборах в 2000 году. Тогда все думали, что он будет продолжать с минимальными изменениями и яльцинский курс развития страны. Документ, который нуждается в серьезном изучении, но некоторые аспекты совершенно очевидно могут быть взяты на вооружение. Особенно, что касается продвижения молодых, энергичных людей на все уровни управления, в том числе и в Буму. Парламентский выбор СПС шел под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в думу». И Немцов поддерживал избрание Путина. Я считаю, что, конечно, Россия должна избрать нового президента. Этот президент должен быть и честным, и физически крепким, и мужественным, и ответственным. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Электоратом партии была молодежь и средний класс, заинтересованные в дальнейших реформах, поэтому агитационная кампания была очень похожа на президентскую кампанию 1996 года. Рок-концерты, антикоммунизм, утверждение свободы как высшей ценности. Мы должны помнить нашу историю, чтобы не совершать больше ошибок. Но мы все равно прорвемся. И Россия все равно победит. Алле, 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 алле! Россия вперед! На выборах в декабре 99-го СПС получил 8,5% голосов, 38 мест в Думе. Впоследствии избирательный блок будет преобразован в партию, где сопредседателями станут Борис Немцов, Ирина Хакамада, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс и Сергей Кириенко. Несмотря на скромный результат на выборах, Союз правых сил был одной из самых значимых сил в парламенте, которая активно поддерживала морально и интеллектуально либеральные реформы правительства Михаила Касьянова и упорядочивание законодательства. По предложениям Союза правых сил были проведены налоговые, бюджетные и пенсионные реформы, либерализация валютного регулирования и внешней торговли, земельная реформа, введены рыночные меры поддержки сельского хозяйства. Если в начале 2000 года Немцов относился к Путину положительно нейтрально, то уже к концу года его оценка происходящих событий становится все более критичной. Вы знаете, Путин адекватен России. Он, конечно, современен, если говорить об экономике, и достаточно архаичен, если говорить о свободах и политике. Наблюдая за тем, как страна все дальше уходит в сторону авторитаризма, Немцов фактически в одиночку критикует Путина, не стесняясь называть его по фамилии. В частности, Немцов осуждает власти за ситуацию вокруг НТВ, в которой он видит зачатки цензуры и, конечно, за Вторую Чеченскую войну. В 2002 году, когда террористы захватили в Москве театральный центр на Дубровке, Немцов как руководитель фракции вел с ними переговоры, но был отозван с места событий. 26 октября он давал интервью на Первом канале, где похвалил российские спецслужбы за освобождение заложников, но уже на следующий день стало известно, что жертвами теракта стали 130 человек. Это по официальным данным. По другим сведениям, их было 174. Я не эксперт, но эксперты во всем мире говорят, что то, что сегодня российские «Альфа» и другие спецслужбы показали, это феноменальный, фантастический результат. И не дай Бог, чтобы это еще повторилось. Конечно, нужно, чтобы быстрее был мир в Чечне. Тогда Немцов создал при Союзе правых сил специальную комиссию, которая выяснила, что большая часть погибших умерли во время и после штурма. Людей, уснувших из-за снотворного газа, которые использовали спецслужбы, неправильно эвакуировали из здания, а врачам не говорили, что это был загаз, из-за этого они не знали, как помочь пострадавшим. Позже Немцов говорил, что его отозвали с переговоров, потому что Путин боялся увеличения его рейтинга. Добьет отношение Немцова к Путину ситуация, которая случилась с компанией ЮКОС и ее владельцем Михаилом Ходорковским. Немцов считал, что власть экспроприировала в свою пользу, и Сечина, в частности, одну из самых успешных компаний страны, что сильно испортило репутацию государства и инвестиционный климат. Я действительно считаю, что это политический арест. Дело в том, что Ходорковский никакой угрозы для безопасности граждан нашей страны не несет. Он не убийца, не насильник, не разбойник какой-то. Второе, он не гусинский, не березовский. Он не собирался никуда уезжать. У него было много шансов это сделать. Он буквально дней 15 назад был в Нью-Йорке. Уже в 2003 году с трибуны Госдумы Немцов произносил крамольные тезисы об импичменте президенту Путину. На самом деле в стране глубокий системный кризис. У Кремля вся власть, все кадровые вопросы. Кремль определяет и внутреннюю и внешнюю политику страны, и социальную политику, и коммунальную политику, и военную политику. А ответственность несет правительство. Если быть уж честным и откровенным, так инициаторы сегодняшнего мероприятия должны были требовать импичмента президенту. Импичмента надо было требовать. Вот так вот сказали бы, давайте отправим президента в отставку. Парламентским выбором 2003 года Союз правых сил фактически был в состоянии раскола. Движение разделилось на сторонников Бориса Немцова, который ратовал за уход в радикальную оппозицию режиму, и на сторонников Анатолия Чубайса, который желал сохранения доверительных отношений с Путиным и Кремлевской администрацией. В самой стране начался бурный экономический рост, который население связывало с Путиным и единой Россией. Благо были высокие цены на нефть, и рыночные реформы 90-х начали давать ощутимые платы, да и правительство Касьянова действовало очень эффективно. Политика отошла на второй план, а режим еще не обладал теми авторитарными атрибутами, которые очевидны нам сегодня. Агитационная кампания Союза правых сил была очень слабой. Многим запомнился лишь ролик, где Чубайс, Немцов и Хакамада летели в частном самолете с дорогим внутренним убранством, на который явно не хватало средств среднестатистическому россиянину, да и не среднестатистическому тоже. Серьезным проколом либерального лагеря было то, что Союз правых сил и Яблоко не смогли выдвинуть единый избирательный блок, хотя блоки были разрешены тогда. Явлинский отказался работать с партией, во главе которой находится Чубайс. В итоге на выборах в декабре 2003 года Союз правых сил не прошел 5-процентный барьер, за него проголосовал 4% избирателей. Яблоко тоже не прошло 5-процентный барьер, там было 4,6%. Хотя Явлинского даже успел поздравить Путин с проходом в Государственную Думу, но потом пришли сфальсифицированные результаты и результат Яблока опустили. Объединились они в избирательный блок, прошли бы те и другие. Блоки с тех пор запретили. При слиянии двух партий в Государственном Думе нового созыва могла появиться сильная независимая оппозиционная фракция, но личные отношения тогда этому помешали и демократы не получили представительства в парламенте и с тех пор его не имеют. Все 4 сопредседателя Борис Немцов, Ирина Хакамада, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс ушли в отставку на внеочередном съезде в январе 2004 года, взяв на себя ответственность за поражение на выборах. Деятельность Немцова в следующие 5 лет будет связана с формированием нового политического имиджа. Ему предстояло, будучи одним из самых видных политических деятелей эпохи 90-х, представлять новую волну оппозиции, которую не пускают на федеральные СМИ, подвергают репрессиям, которая может высказывать свое мнение только на митингах. Он считал, что никаких революционных изменений в России в ближайшей перспективе ожидать не стоит, но нужно консолидировать силы для протестов на будущее. По этой причине первые годы после ухода из Думы особой последовательности в его действиях не наблюдалось. В основном он, как ветеран российской политики, давал интервью различным украинским и оппозиционным изданиям и журналистам, параллельно критикой Путина и авторитарной тенденции в России. Средства для существования добывал благодаря успешному трейдерству и гонорарам с продаж автобиографии «Исповедь бунтаря», которая вышла в 2007 году. Вот она, кстати. Мы тут какое-то время назад пару лет, по-моему, обнаружили, что издательство отчаялось их продать. Ну, продалось много, но какое-то количество осталось. И собирались чуть ли не утилизировать. И мы выкупили весь оставшийся тираж, у нас она в коробках теперь стоит в офисе, и мы ее дарим всему, кто у нас бывает. В 2004 году Немцов решил поехать в Киев и поддержать оранжевую революцию. Я считаю, что нам нужна свободная и демократическая Украина. Я считаю, что нам нужна свободная и демократическая Россия. И только вместе мы будем благополучными, счастливыми. Поэтому мы должны сегодня с вами здесь отстоять не только вашу, но и нашу свободу. С февраля 2005 года по октябрь 2006 был внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко. Немцов считал, что позитивный пример демократизации в Украине способен подтолкнуть россиян более решительно отстаивать идеи построения правового свободного государства. В 2007 году Немцов вновь возвращается в активное политическое пространство в России. На выборах в Госдуму он поддерживал союз правых сил. Правда, партия тогда набрала всего 1%. Баллотировался на пост президента в 2008 году, но решил снять свою кандидатуру в поддержку Михаила Касьянова, которого до выборов не допустили. В том же 2008 году Немцов создает движение «Солидарность», цель которого — объединить граждан, критически настроенных к существующей власти. «Солидарность» стала первой организацией, которая начала опубликовать в интернете антикоррупционные расследования против действующей власти, а также распространять правду о политзаключенных и организованно пропагандировать идеи демократизации. На основе деятельности «Солидарность» Немцов вместе с Владимиром Миловым публикует знаменитый в свое время доклад «Путин. Итоги. Десять лет», который напечатали огромным тиражом и раздавали людям на улицах. «Если вы нам это вернете, я вам подпишу первому. Я прям номер один работаю. Я серьезно говорю. Сразу же всему личному составу раздал. Просто вот так. Немцов был организатором и постоянно участвовал в маршах стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Каждое 31 число люди выходили на Триумфальную площадь на несогласованную акцию и иногда шли маршем по городу. Немцова иногда задерживали, один раз даже арестовали на 15 суток, и Новый год он встретил в изоляторе. В 2009 году Немцов попытался стать мэром в родном городе Сочи. Эти выборы имели особое значение. Победивший кандидат становился главой города в период проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. Поэтому за компанией следила вся страна с повышенным интересом. Победа Немцова была вполне возможна. Независимые экзитполы говорили, что он мог пройти во второй тур с единороссом Анатолием Пахомовым. Для Кремля такой поворот событий был бы неприятен. Немцов был одним из самых ярких критиков растрата средств на Олимпиаду. Это самая дорогая в истории человечества Олимпиада. Она дороже, чем все зимние Олимпиады, вместе взятые за всю историю человечества. Это 22-я Олимпиада. Как вы знаете, так вот, 21-я первая были в сумме дешевле, чем 50 миллиардов долларов. Это первое. Второе. У нас зимняя страна. Вы в курсе, да? Надо было долго смотреть на карту России, чтобы найти место, где нет снега. В итоге кандидату от Единой России удалось победить в первом туре. Набрав 77% голосов, Немцов получил второе место с результатом 13,5%. В 2010 году Немцову удалось вновь создать коалиционную право-либеральную оппозиционную партию партию народной свободы за Россию без произвола и коррупции, сокращенно ПАРНАСС. Вместе с Немцовым сопредседателями стали Михаил Касьянов, Владимир Милов и Владимир Рыжков. Эта платформа отлично себя проявила во время протестного движения 11-12 годов. Немцов был одним из видных народных трибунов тех бурных событий и сторонником создания Координационного Совета Российской Оппозиции, который был в итоге создан, и я даже в него избрался. «Поэтому, если ты честный депутат, ты должен сдать мандат. Второе, Чурова в отставку расследовать все дела, связанные с его криминальными подсчетами голосов. Чурова в отставку! 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 Чурова в отставку «Путинская пропаганда» нацелена на разжигание ненависти между народами России и Украины. «Я с этим на 100% согласен, что он на этом, собственно, и удерживает власть. На этой истерике, на оболванивании... И народ поделся как на это! Он не просто удерживает власть, а он еще, разжигая ненависть к украинцам, он на самом деле рекрутирует огромное количество наивных людей, которые погибают там». Борис Немцов был убит в 23.31 по московскому времени 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Выступил на эхе Москвы, пошел поужинать в ГУМ, потом со своей подругой Анной Дурицкой возвращался домой на Малую Ордынку. По пути его застрелили. Исполнителя убийства нашли довольно быстро. Ими оказались полицейские из Чечни. Кто заказчик? Вопрос один из самых острых и актуальных до сих пор. Многие сторонники оппозиции склоняются к мнению, что за этим убийством стоят власти. Единственное, что понятно точно, что это политическое убийство смелого человека за отстаивание своей политической позиции. Убийство Немцова стало поворотным моментом для многих в России, в том числе для меня. В последние месяцы перед его смертью мы довольно активно общались. Он даже был у нас с Катей в гостях. Мы тогда жили на Дмитровке около Совета Федерации. Он приехал на метро и звонит мне такой, «Как пройти к тебе?» Я говорю, «Около Совета Федерации, знаете где он?» Он такой, «Конечно знаю, я же там работал». Немцов активно развивал свой Фейсбук и три часа слушал наши с Катей рассказы, как ему развивать его еще активнее и лучше. Слушал внимательно, хотя мы младше его детей. Я планировал попробовать помочь ему избраться в Госдуму и убедить аудиторию, что списывать опытных политиков наших взглядов нам никак нельзя. Взгляды такие были тогда не модные. Считалось, что опытные политики нам не нужны и им нужно как-то вот отстраниться от политики. Я опрашивал аудиторию и она отвечала, что Немцову нужно уйти. Его это очень задевало. Но было понятно, как двигаться в этом направлении и мы это планировали. Убийством я был, конечно, шокирован и потрясен. В этот день я был в Киеве. На следующий день было запланировано у меня выступление по урбанистике. Вообще, если вы спросите любого, кто занимался в России политикой в то время, каждый вспомнит, что он делал в момент, когда узнал, что убили Немцова. Я лежал в отеле в Киеве, писал какие-то дурацкие твиты, и вдруг пришла новость. Она, кажется, была на АренТВ. Померить было невозможно, но потом Яшин написал, что он стоит рядом с Немцовым и он мертв. Я извинился перед приглашавшими в Киев, взял билет на ближайший рейс, вернулся в Москву, поехал сразу же на мост. Там было много таких же шокированных людей, как я. Туда я ходил каждый вечер еще неделю. На канале есть несколько видео, я снимал там, что там происходило, сколько там было цветов, как там выглядело это место. Если до убийства Немцова могла идти какая-то речь о какой-то конструктивной оппозиции, когда мы ее признаем эту власть и пытаемся улучшить страну при ней, то после этого убийства все вопросы отпали. 1 марта на митинг памяти Бориса Немцова выйдет только в Москве более 50 тысяч человек, многие с российскими флагами. Немцов всегда высказывался за использование российского флага на митингах оппозиции, но его не особенно слушали. После его убийства случился огромный массовый марш под стенами Кремля, под российскими флагами. Я думаю, что Немцову это было бы важно. Он очень уважительно относился к государственному флагу, считал его символом борьбы за свободу в России. Марш теперь проходит каждый год. На последнем мы изготовили 50-метровый флаг и прошли с ним на этом марше. На месте убийства люди будут оставлять цветы и фотографии в его память. Уже более 5 лет неравнодушные граждане хранят память о немцове. На месте убийства был создан Народный Мемориал Немцов-Мост. Сторонники демократических перемен организовали у этого места круглосуточное дежурство, потому что власти и коммунальные службы иногда просто какие-то противники пытались убрать цветы, вывозить их. Мы это возвращали, я даже участвовал в этом первое время. 73 раза восстанавливался мемориал после попытки его уничтожить, но последнее время вроде как он там сохраняется. Вы можете прийти на большой Москворецкий мост и оставить там цветы. В день рождения Бориса Немцова скорее всего там будут собираться люди. В день убийства всегда там собираются вечером люди и сторонники, я всегда там бываю. Власти не делают никаких шагов в сторону увековечивания памяти Немцова, наоборот, противодействуют этому. Хотя Путин на словах и типа поддерживает это. Люди предлагали переименовать мост в Немцов мост или хотя бы установить там мемориал, но Мосгордуму вот недавно это обсуждало и проголосовали только представители Яблоко. Жильцы дома на Малой Ордынке, где последние годы жил Немцов, повесили там мемориальную табличку. Спустя несколько дней ее сорвали, но потом жители восстановили, и она там висит. Судя по всему, власть пока находится в подчинении действующего режима, каких-либо инициатив по увековечиванию памяти Немцова вряд ли стоит от нее ожидать. Судьба то неожиданно возносила Немцова на самый верх, то наоборот опускала его вниз. Но он предпочитал считать такие турбулентности нормы жизни свободного человека, который всегда верен своим принципам и отстаивает их, несмотря на угрозы. Вот таким человеком был Борис Ефимович Немцов. Друзья, перспектива у нас очень простая. Либо нам удастся демонтировать путинский режим, вернуть страну к народовластию, демократии и правам граждан, либо России не будет. Вот вся перспектива. Она развалится на куски, воины будут, убийства и так далее. Вы хотите что-то изменить? Паритесь за это. Боитесь выходить на улицу? Пишите в интернете. Боитесь писать в интернете? На ухо своей жене рассказывайте или любовнице о том, как надо жить. Только что-то делайте, каждый. Каждый, кто что может и кто чего не боится. Вот собственно и все. Субтитры принято. Рукует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!